Пожалуйста, сюда. Дверь, Слава, разверните, пожалуйста, транспарант. По закону в течение 10 дней любой список должен быть зарегистрирован. Сегодня начался уже 11 день, они не регистрируют. На вопросы начальник избирательной комиссии, господин Солдатов, член Единой России, отвечать принципиально не желает. Они сидят и по формальным признакам пытаются отсечь неудобных им кандидатов. Какую-то партию допускают до выборов, не допускают до выборов. Дело в том, что в правовом государстве на политическом поле все партии играют по одним и тем же правилам. Правящие, неправящие. По нашему мнению, принятие решения регистрации «Яблоко» намеренно откладывается на крайнюю дату, когда избирательное объединение в случае отказа в регистрации не сможет вновь осуществить инициативу движения, либо устранить какие-то недоработки, ненарушения. Несмотря на то, что «Яблоко» выдвинулась первой среди избирательных объединений. Все это свидетельствует о намерении исключить партию «Яблоко» из предвыборной гонки, сделав выбор властным распоряжением чиновников. Мы призываем воздействовать на Первурайскую территориальную избирательную комиссию, чтобы она не брала на себя выборную функцию, а предоставила право выбора непосредственно избирателям. «Поставьте подпись в общем списке, и я в понедельник эту бумагу отвезу в Сырловскую избирательную комиссию, вручу прямо в руки. Возьмите, пожалуйста». «Может быть, кто-то помнит, да, год назад, когда я пытался быть самовыдвиженцем и собирал подписи, абсолютно беззаконно признали подписи незаконными, в том числе и подписи родителей. Я пытался доказать свою правоту во всех судах, я ездил в Москву, но, к сожалению, пришел к такому выводу, что кандидат самовыдвиженец, он абсолютно бесправен. Поэтому сегодня мы пошли на выборы с группой товарищей. И, несмотря на это, по формальным признакам за нас пытаются, еще раз повторю, сделать выбор». «Я не думаю, что мы скатываемся назад в наше славное коммунистическое прошлое, когда ходили на выборы 99,9% и дружно голосовали за блок беспартийных и коммунистов. У нас сегодня широкий политический спектр. Искренне надеюсь, что у нас в городе Первоуральске выборы пройдут честно».